всем доброе утро я уже успел позаниматься спортом и сейчас наконец-то покажу что я делаю с волосами потому что сегодня я не забыла это сделать и так просто мою голову и затем расчесываю такой расческой чтобы у меня были не крупные такие прядки более мелкие но так чисто символически расчесываю то есть просто один раз провожу волосам длинные волосы начали путаться так типа расчесалась беру пенку для пенку для укладки у меня профессиональная вот такая вот можно обычную нас обычно у меня хуже получается ну типа там тофт фруктис потому что у меня под конец дня волосы вообще как сопли выглядит тут тоже до конца дня не держится но правда я сейчас шапки постоянно ношу из-за того что зима поэтому я не могу сказать может она бы продержалась до конца дня ну не зимой а вот беру немножко пенки дальше капельку наношу сюда чтобы они не пушились волосы потому что у меня не короткие здесь вот и в чем у меня волосы очень тонкие очень послушные поэтому этот вариант укладки подойдет кем у кого такой же тип волос а дальше я сейчас вниз головой встану и буду делать вот так вот распределила всю пенку и теперь вот так вот собираю волосы чтобы они держались ну как просто вот так вот наверно забираю не торчит беру самые обыкновенные шпильки и стараюсь заколоть волосы просто чтобы они не распадались максимально хаотично то есть как бы я не стремлюсь их тут натянуть как-то или что-то вот просто видите они у меня здесь с объемом и вот эти задние прядки короткие тоже как-нибудь вот так вот закручиваю и подкалываю то есть просто чтобы они были убраны наверх с длинными на самом деле я делаю то же самое оказалось это лучший вариант для моих волос еще вот три шпильки осталось закалываю просто так вот чтобы держалась но главное только волосы сильно не тянуть этого потом без объема останетесь все дальше а кстати пенку наносите на такие ну не то что полусухие волосы но не те из которых вода капает то есть вышли из душа там вытерли полотенцем промокнули и подождали минут 10 теперь я обычно хожу хотя бы 10 минут еще так чтобы волосы немножко подсохли неважно если что там вот так выпадет фигня дальше вы можете конечно ждать пока не сами высохнут это будет очень долго сушите феном я сушу волосы феном прямо вот так вот сначала не снимая шпильки то есть в этом положении на средней мощности на невысокой температуре чтобы не сжечь волосы потом когда они уже такие почти сухие распускаете волосы и стараетесь там вниз головой сушить или допустим волосы так закинули сушите здесь на закинули сушите здесь для того чтобы объем был потому что если вы их распустите просто вот так начнете сушить у вас все раздуется и потом получается такая укладка как вот у меня каждый день с такими завитушками потому что пока волосы так лежали заколотые с пенкой они зафиксировались и они все по-разному зафиксировались поэтому есть объем что делать я говорила лайфхак если например вы с утра помыли голову высушили волосы вам надо погулять с ребенком два часа а потом у вас мероприятие или как-то еще там не можете допустим после прогулки заниматься укладкой что я делаю я провожу вот эти все процедуры сушу волосы не снимая шпильки напяливаю шапку на вот это вот вот этот вот бардак дальше топ-топ-топ иду куда мне надо на мое мероприятие снимаю шапку вынимаю шпильки пальцами взбиваю волосы и вуаля у меня идеальная укладка как только что из парикмахерской потому что волосы вот весь свой объем держит то есть просто если вам куда-то надо и у вас шапка потому что зима вот в таком вот веке только не наделкиваете есть если только пошире надевайте вот и все мои секреты ничего погода суперская и мы решили поехать на залив как раз поснимаем машинку со всех сторон для обзора что у нас сейчас солнышко светит ясно и очень красивый и и не на деревьях единственный минус дубак сколько там минус короче холодно и и Ребята, смотрите, как красиво. Сегодня просто нереальная красотища. Очень-очень-очень-очень круто. Мы затестили в машине вот эту вот кнопку, которая должна помогать при спуске, подъеме. Но сейчас у нас снег, и мы ее просто нажали, и теперь можно резко газовать, резко тормозить по снегу. Адлешир сделал, и у него получилось красиво уехать. Ой, смотри, у нас отпотел этот. Ой, как красиво. Отпотел люк, он был весь замерзший. Вы знаете, ребята, я всегда мечтала это сделать. Вот честно, у меня всегда была мечта идиота прокатиться в машине с открытым люком и высунуться из него. И, наконец-то, я это делаю с экстра скоростью 10 километров в час. Мы едем домой. Надо срочно выпить горячего чая. Вот, еще забираю свои слова обратно по поводу того, как я вчера буксовала. Я не могла выехать. Помните, где я припарковалась? Это чепуха была, потому что вот с этой кнопкой. Адлешир сейчас по парковке ездил вот здесь. Вот там вообще не убрано, очень много снега. И абсолютно уверенно машина едет. То есть это я вчера. По незнанию, если бы я эту штучку нажала, я бы там не мучилась. Ух ты, сегодня же религиозные мероприятия проходят. Это у нас от церкви нашей. Интересно, куда они? А, я знаю, куда они. Там на этом... Вот почему, кстати, здесь ГАИ стоит. Там на вокзале же у нас есть какая-то часовня. Там тоже молятся. Вон у нас там все прямо перекрыто. Вся улица запаркована. А еще и дальше. А, я думаю, что они шар не едут. Ну да, еще и дальше. Кстати, смотрите, у нас народ по разливу ходит. Замерзло все. Очень удобно путь сокращать. Ну что, тебе нравится за рулем? Мне очень нравится люк. У меня всегда была мечта идиота, чтобы в машине был люк. Это, конечно, не особо функционально, но это, по-моему, очень прикольно. Все, дома. Артешкин уснул. Пока мы снимали, утомился. Я сейчас... Я все согреться не могу. Сделаю горячий чай и приготовлю обед. Буду делать рыбку, тунец с овощами. Обед оказался очень плотным. И на мне с трудом застегнулись мои горнолыжные штаны. Это печаль, беда, потому что это так неудобно, когда они у меня впритык. Надо это на спорт подналечь. Вот как я одеваюсь на лыжи. Я сейчас поеду с мамой. В Зеленогорск будем кататься на Пухталовой горе. В общем, мой горнолыжный костюм, под ним термобелье, флисовая кофта. А на голове у меня потом будет шлем, ну, такой тканевый, тонкий. И шлем настоящий, большой. Вот так без проблем поместилось. Все, и даже больше. Объем багажника 580 литров. Есть шторка, можно закрыть при желании. Но нам это не нужно. Да, кстати, что удобно, есть подсвет. Вечером что-то делаешь, то все будет видно. Все, мы приехали. В общем, протестировала я ее сейчас по всем дорогам, которые супер неровные. Классно, хорошо держит дорогу. И мне было очень комфортно ехать, несмотря на то, что мы ехали быстро. На трассе я до сотни разогналась. Очень плавно едет. Ну, короче, никаких нареканий. Единственное, скажем так, отличие от нашей машины, но это касается того, что здесь автомат, а не механика. Когда я хочу резко ускориться на какой-то большой скорости, еду и хочу еще быстрее, ну, допустим, при перестроении, она это делает намного более плавно, вот эта модель. Но это связано с тем, что тут коробка автомат. И еще я для себя открыла. У меня тут, хотя я читала об этой машине, много все равно, многого я еще не знала о ней. Я открыла для себя, что здесь есть парктроник, который касается не только того, что сзади, да, когда ты паркуешься, здесь тебе на экране показывают, какое расстояние. Но если у тебя что-то есть рядышком, да, видите, со всех других сторон, то машина тебе об этом сообщит. Вот, в частности, сейчас она мне показывает, что у меня здесь справа очень близко сугроб, и это рискованно. Это очень-очень удобно. Это для таких, как я. И тут, конечно же, есть АБС и другие системы, которые помогают эффективно тормозить, быстро разгоняться, коробка передач адаптивная. Ну, в общем, все для комфорта. И мы с мамой сейчас изучили все, что касается обогрева салона, потому что холодно. Ну, это я уже говорила, здесь есть подогрев сидения, здесь есть кондиционер, есть обдув переднего стекла, подогрев его, и есть подогрев заднего стекла, чем мы сейчас воспользовались, потому что все было залеплено. Да-да, я все еще рассказываю. Мама уже достает вещи, сейчас переоденемся и пойдем кататься. Мы купили билеты. Это мой ски-пасс, долго его искала, кстати, перед выходом из дома все-таки нашла. И маме купила тоже такое вот, ух, тула гора. 20 подъемов, 1400 выходные для взрослых. Вот это склоны. Это первый, второй, там еще и с той стороны третий, и на ту сторону горы четвертый. Скоро уже зажгут фонари, потому что, как видите, сумерки начались. Сейчас будем кататься, наслаждаться. Не уверена, что я буду много снимать. Скорее всего, буду снимать очень мало, потому что на улице холодно, и техника вся смертная, в том числе и моя камера. Какая я милашка. В шлеме. В шлеме теплее всего, кстати, очень удобно. И безопасно, и тепло не продувает. Только его надо на лоб побольше. Лоб мерзнет. Я стою на крыльце от такого вот домика. Тут прокат, оборудование, туалеты, кафе, раздевалки. Все, что нужно. И там еще можно кататься на коньках. А вот здесь вот ватрушки. Вон, видите, люди катаются. Смотрите, мама едет. Я не помню, когда мама в последний раз каталась. Вот она говорит, что в прошлом году не каталась. Я тоже не помню, мне кажется, куда-то два. Может, когда я еще артыша не была, мы катались вместе. В общем, мы поднимаемся. Тут, к сожалению, подъемники одиночные. Такие вот бугельные. Поэтому вдвоем не подняться, чтобы поболтать. Одиночки. Субтитры сделал DimaTorzok Я так люблю кататься на лыжах. Такие ощущения крутые. Столько адреналина. Даже не то, что адреналина. Ты летишь, ты контролируешь ситуацию. Иногда я еду и вижу кого-то. Думаю, блин, я его сейчас собью. Потом думаю, стоп, это же я. И я не собью. И я его объезжаю. Ну, просто на эти остался какой-то такой подсознательный страх. Еще с длинных лет обучения. Что впереди привязываешь, что делать? А сейчас на самом деле, ну, на вот таких склонах очень легко. Я хочу в горы, вот честно. Хочу в горы, но я чувствую, я еще не в горы туда поеду. Папа мой опять едет в горы в этом году. Но я не поеду, потому что, да, я поеду. И еще у меня ребенок. Это надо мне всех тащить. Чтобы я с шертом сидела с ребенком целую неделю, пока я катаюсь. Поэтому это не вариант. Поэтому пока местные склоны. Но так хочется чего-нибудь посложнее. Но здесь тоже кайфово. И сегодня обалденно красиво. Просто нереально наслаждаюсь. А наша красавица нас тут ждет. Смотрите, какая спортивная сзади. Красота. Мама, ты очень хорошо смотришься на ее фоне? Ух ты, ты такая, знаешь, по цвету сочетаешься. Тебя споткать. Сейчас мама переоденется. И наш Джили Энгрант Икс 7 повезет нас домой. Посмотрим, что у меня с телефоном. Потому что он замерз. И показывал фильм «Презентр зарядки». Это очень плохо. Потому что в нем навигаторы. Потому что я помню, что нам сейчас направо. Мы идем дальше. И не помню. Он еще телефон замерз. Да, можно. Так у меня зарядка в нашей машине осталась. У меня зарядка есть. Да? Давай. Подожди, а где мой телефон? Разъем USB для зарядки и других целей. И Джили находится вот здесь, вот внизу. На приборной панели. Так что мой телефон спасен. И домой мы все-таки должны попасть. Все там включится. Привет. Ты включал? Да. Да? Я очень долго добиралась до дома от парковки. Потому что мы не смогли найти мамин телефон где-то. Либо в ее вещах, либо в машине. Мы его потеряли. А он разрядился. Замерз. И не позвонить на него. Короче, я не знаю, где он. А еще я поплатилась за то, что снимала на склоне. Смотрите, какое раздражение. Это очень больно. Сейчас будет бетонтеном мазать. Смотрите, чем они занимаются. Курсы эквилибристики. Скажи привет, Маня. Маня, скажи привет. Привет. Оля! Это типичное мужское воспитание. И все? И все? Давай. Давай еще. А, так тоже можно же, да? Аккуратно только. Голубь. Тебе понравилось? И еще, и еще. Опа! Все. 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 Все, а папа пойдет сейчас в машину. Короче, мама доехала до дома. Перерыва все свои вещи. Не нашла телефон. И это реально фантастика. Куда он мог деться? Его не было там на снегу нигде. Его нет в машине. Его нет в маминых вещах. А он был. Короче, непонятно. Нет, зайка, давай купаться пойдем. Позвонила мама. Она нашла телефон. Вы не представляете, где. Когда мама переодевалась рядом с машиной, она положила телефон на пуховик, который лежал на сидении. А пуховик лежал спиной кверху. То есть, ну, вот это место только изнутри. Она попала туда телефон. А потом надела пуховик вместе с телефоном. То есть, она надела пуховик, а он как бы приклеился ткани пуховика. И было у мамы на спине между лопатками. Мама приехала домой и повесила пуховик на вешалку. И телефон не выпал. И потом, перерыв все свои вещи, вспоминая, где же был телефон, она решила взять, потрясти пуховик. И случайно обнаружила, у нее выпал наконец-то телефон из пуховика. Нарочно не придумаешь, реально. Я вложила Артешу. И меня с собой безумно клонит сон, потому что я сегодня намерзлась и накаталась на лыжах. И прямо как после бани ощущения хочется просто спать. Но нельзя. Потому что надо смонтировать влог. И еще нужно поработать. Все, теперь буду монтировать влог. И чесать кузичку. И потом Латыш поспать. Всем пока.